Сейсан Сейсан китайской культуре обозначает совершенство. И тогда название Сейсан расшифровывается как совершенные три, а три это дух, разум и тело. По другой версии название 13 происходит от 13 тренировочного зала в Шаолинском монастыре, где практиковалась эта форма. Также есть версия, что название Сейсан 13 происходит от того, что в старину в Китае юноши достигали совершеннолетия именно в этом возрасте. И постижение Кота Сейсан означает для мастера каратэ достижение совершеннолетия на пути изучения боевого искусства. Годжирю берет свое начало из окинавского направления на хатэ. Основной принцип вход в клинч, структурирование тела и разрушение атаки противника. Уэчирю, окинавская школа, берет свое начало из китайского стиля пангайнуун. Основной принцип сближения, мощный крепкий захват и нанесение ударов суставами и пальцами. Шиторю является синтезом окинавских школ щуритех и нахате. Основной принцип в Шиторю уход с линии атаки, тенсин и опережающий мгновенный мощный удар. Сегодня в Тенгу-доджер три школы, одна ката. Сэйсан в Годжирю, Шиторю, Уэчирю. Сэнсэй Багдал Курилко, Вениамин Гармаев и Евгений Рыбин. Добро пожаловать! Сэйсан в Годжирю это наиболее древняя форма. Считается, что в окинавской каратэ она была привнесена из стиля белого журавля южной провинции Фудзянь. В Годжирю изучается версия, которую доработал сэнсэй Кандрио Хигаона. Он же впоследствии передал ее Чоджуну Мияги. Как и большинство форм Годжирю, ката Сэйсан содержит в себе большое количество техник ближнего боя с захватами и болевым воздействием на суставы и мышцы противника. Исходя из того, что число 13 является счастливым в Китае, считается, что практика ката Сэйсан должна принести изучающему Годжирю счастье и здоровье. Если говорить про Сэйсан, я считаю, что это одна из самых боевитых форм в Годжирю, и она предлагает совершенно такие конкретные, очень простые и очень действенные решения для поединка в ближнем бою. Именно в ближнем бою. И здесь она крайне эффективна, и то, что содержится внутри, вот та стратегия, на мой взгляд, она по-своему уникальна. Моя задача – поместить локоть внутрь тела и подкрутить линию предплечий. То есть, когда идет удар, я делаю ровно это движение. Потому что принцип заключается в следующем – это удар, это не удар. То есть, это удар, это не удар. Но это возможность уже для меня сблизиться и выстроить поединок так, как я хочу. Поэтому вот эта история – это базовая вообще для Годжирю, но особенно для Сэйсан. Это называется создание точки контакта. То есть, как можно мягче, а удары как можно сильнее. Очень мягкое воздействие и раскрытие. Сэнсэй Богдан Курилко предупредил, что о любом кота Годжирю можно говорить на протяжении нескольких дней, а о Сэйсан особенно. В этой форме заключено огромное количество скрытых принципов, основанных на создании правильной структуры тела. Без этого все техники просто распадаются. Когда я наношу удар, и он начинает делать блок, он не справится со мной. Потому что я наношу удар от спины, я включаю все свое тело, я продавлю его блок, я разрушу его. То есть, я в этот момент сильнее, острее и быстрее еще, к тому же. Ему нужно создать такую ситуацию, когда мой удар невозможен. Смотрите, что происходит. Когда он наносит мне удар, я не делаю блок. Я прихожу в ту самую структуру. То есть, я опускаю плечо. Он не может меня ударить. Блок здесь. Вот именно в таких невидимых глазу деталях и заключается вся сложность осознания и восприятия кота Годзюрю. Буквально на сантиметр повернутые предплечья, ладонь, кулак делают технику или эффективной, или же бесполезной. Как в атаке, так и в защите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я его бросаю. И получается... БАМ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Простое движение вперед при выполнении ката на самом деле означает выведение из равновесия и бросок. Но эти тонкости становятся понятны лишь после расшифровки наставникам. И начинают работать только при долгой и ежедневной практике. Смотрите, какое сильное вращение предплечья. Какое сильное вращение предплечья. То есть мы с вами делаем что? Смотрите, пересекаем, начинаем вращать предплечьем и берем под контроль и руку, и локоть. Потому что если он пытается ударить той рукой, я контролирую. Если он пытается ударить ногой, я контролирую. Зато контроль локтя позволяет мне развивать историю. Конечно, невозможно за 2-3 часа семинара рассмотреть все тонкости такой сложной формы, как сейсан. Не случайно в старых окинавских школах Годжурю существовала практика «одна ката в три года». Каждое, даже самое незначительное движение, может содержать в себе десяток приемов, начиная от простых захватов до бросков, удушений и болевых. Но одно дело увидеть, понять и повторить за наставником, и совсем другое – превратить эти приемы в личный арсенал. Сделать техники кота своим холодным оружием, который будет работать не только в тепличных условиях Доджу с партнером, но и в реальной ситуации агрессии, когда речь пойдет о защите своего здоровья или даже жизни. В Уэчирю сейсан является самой древней традиционной формой, привезенной из Китая мастером уэти-канбу. Считается, что именно из сейсан были составлены практически все дополнительные тренировочные кота стиля. В дальнейшем, после разделения школы Уэчирю на разные ветви, кота сейсан несколько видоизменилась, но в целом сама форма оставалась неизменной. Основной принцип – это ведение боя на ближней и средней дистанции, жесткие захваты и поражение жизненно важных точек на теле противника. Визитной карточкой стиля Уэчирю стали удары суставами пальцев Бо-ши-кен и Ко-ку-ши-кен, которые в исполнении сенсея Уэчи-канбун считались смертельными. Уэчирю прежде всего это работа на точность, на работа по точкам, по уязвимым местам, прежде всего захват и работа на средней и ближней дистанции. Уэчирю выделяется из общего ряда окинавских школ тем, что требует от адептов запредельной кондиции всего тела – корпуса, ног, предплечий. Удары наносятся в самые уязвимые места жизненно важной точки на теле. Причем бьют не просто кулаками, а суставами и пальцами, которые набивают до каменного состояния. Сюда, к себе его подтягивать. Сюда и коленом сюда. Еще раз свечи. Сюда, к себе его. Такое движение сделать. Если хороший удар нанести сюда, голова очень будет болеть, и это очень болезненный удар в основании шеи суда. Практика ката Уэчирю – это не только разучивание рисунков формы, не только отработка приемов, но и обязательная подготовка бьющих конечностей. Можно великолепно исполнить ката, но при отработке бункай – выбить себе сустав или сломать пальцы. Сзади просто обхватили вас. Да, схватили. Вы делаете срыв. Руки, локти выворачиваете в стороны. Раз. Удар сзади в пах. Раз. Локоть вывернули. Удар локтем назад. Развернулись. Развернулись. Бошину горб. Еще раз. Много действий, но последовательность такая. Сорвали, растянули руки. В это время отпускаете, взрываетесь, удар в пах. Сделали удар в пах. Сорвали в ауке. Хиджи. Сорвали в ауке. Бошкин в горд. Я наношу удар в область сердца. Хиджи. В это время наношу либо Кокушкин, либо Хиракен. Сорвали, стараюсь, ayudar направить. Сорвали в бах. ОтлетEST. Поскольку стояли, левая нога впереди, левая нога впереди, делаешь удар, если партнера ударили и он остался жив после удара с пальцем, то первое, что он пытался сделать, как бы по логике Бункая и то, что объясняется на слева, он пытался схватить ногу, чтобы его больше не ударили, он хотел схватить ногу, чтобы его больше не били, так, и поэтому партнер пытается, то, что он делает, делаешь дзюки, нет, дзюки еще, да, блок, удар, пальцами суксен, сюда либо сюда, суксен, ударили, дальше проход в ноги, да, я делаю бошекен, сюда захват так, удар коленом, ич, проход, шокен, один шокен, ич, Разбирая технику кота Сейсану и Чирю, необходимо отдавать себе отчет в том, что в реальной боевой ситуации противник не будет ждать, когда вы его ударите, он будет пытаться войти в клинч, связать вас и нанести ответный удар, поэтому отработка Бункай должна учитывать все нюансы реального боя. Отработка кота это прежде всего тяжелый и монотонный труд. Тот, кто перед сдачей на очередной дан просто разучивает форму и демонстрирует ее экзаменаторам, не понимая внутреннего содержания, не зная приемов и расшифровок, не отрабатывая Бункай, не рассматривая принципов работы тела, тот вряд ли может сказать, что знает кота своей школы. Сейсан Принципы уходов с линии атаки и мгновенного контр-удара в Сьоринрю. В отличие от Годжурю или Уэчурю, Бунка и Кота Сейсан Ситорю кажутся более простыми, но в этой простоте как раз и сокрыта лаконичность одного разящего удара. В отличие от Хигаона, Сейсан, то есть школы Хигаона, этот Сейсан более динамичный, более скоростной. Наверное, основная интерпретация вот в этом будет заключаться. Что касается боевой направленности, боевого наполнения, это ближний бой или это работа с дистанцией? Я думаю, что это больше средний бой, средняя дистанция. Цки, уке. Первая атака. Ой, цки. Тэнчин, уход с меня атаки. Ёбка, уке. Ски. Здесь у нас идет ски-уке. Пробиваем. Дальше. Ски. Уке. Атака. Здесь, соответственно, мы проводим атаку. Вот сюда. Очень жестко, очень неприятно. Захват ослабевает. Отсюда сразу. Канка. Вот сюда. И атака сюда. Дальше. То, чтобы мы продолжим как угодно. Вот так, не поймайте. Несмотря на то, что бункай и кота Ситурю Сэйсан построены на уходах с линии атаки Тэнчин и контратаках Гоно Сэн и Сэну Сэн, в них также присутствует скрытая техника Оку Ваза или Ура Ваза, которые помогают глубже понять философию самой формы и свободно чувствовать себя в любой ситуации. В отличие от Годжирю или Уэйчирю, бункай Сэйсан Ситурю не предполагает плотного захвата противника и работы в клинче. Техники Ситурю рассчитаны на скорость, легкость, мгновенность перемещений и, конечно же, на пробивную мощь ударов. Захват. Да. Значит, вращаемся, уходим с линии атаки и локоть выходит как будто бы из-за затылка. Атака сюда. Дальше сразу. Майгери. Скид. Технический арсенал кота безграничен. Количество вариантов приемов атак, контратак, блоков, ударов, захватов, бросков столь велико, что может ограничиваться только уровнем мастерства, да и, пожалуй, сознанием занимающегося. Однако это не означает, что в каждой форме можно делать все, что взбредет в голову. Кота – это живое свидетельство. Наследие мастеров прошлого и относиться к нему следует бережно и с любовью в любом стиле, независимо от школы. Первое действие. Агилки. И тут же сразу. Вот здесь. Ни в коем случае не в... Агилки. Не сюда. Не в колену. Колено снесет. Да? Вот здесь пока идет смыкание. Вот. На момент смыкания. Вот здесь. Один старый мастер на Окинаве сравнил кота с обыкновенной гантелью. На первый взгляд этот снаряд очень простой. Он одинаково выглядит и для начинающего качка, и для мистера Юниверсу. Но новичок использует гантелю лишь для накачки тела. Мастер же этим предметом буквально отшлифовывает каждую отдельную мышцу. Так и кота. Для новичка это просто набор движений с блоками и ударами. Для продвинутого ученика это инструмент для укрепления тела и улучшения техники. Для мастера кота это способ не только безгранично расширить свой боевой арсенал, но и заглянуть внутрь себя. Выстроить внутри тела тот самый каркас, стержень, который позволит не сходить с пути и тренироваться до самой смерти. Субтитры создавал DimaTorzok